Я работаю главным технологом на заводе по производству лекарственных препаратов в Краснодарском крае. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP, установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток, полимерную пленку и фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. Год назад руководство нашего предприятия внесло в план по развитию производства освоения выпуска новой продукции, лекарства от простуды и гриппа в порошке. Для организации процесса необходимо было по сути осуществить покупку оборудования и получить документы для сертификации продукции. Согласно требованиям органов по сертификации лекарственных препаратов, мы обязаны произвести опытную партию продукта и сделать лабораторные исследования порошка от простуды и гриппа. В фармацевтическом производстве важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. Для этого необходимо аналитическое оборудование, которое также решено было по сути закупить на участок фасовки порошка. У нас, иначе говоря, в аналитической лаборатории не было, по сути, гранулятора для исследования качества сырья. Я понимал, что нам не нужна большая машина, достаточно было по сути приобрести гранулятор для опытных партий, производительностью 10 кг в час. Гранулятор – это вид фармацевтического оборудования, используемый для гранулирования порошковых материалов. Первым делом я обратился к поставщику оборудования, с которым мы сотрудничали уже много лет. Качество и работа нашего предлагаемой техники нас, иначе говоря, устраивало, и мы решили рассмотреть этого производителя. Я узнал телефон компании в отделе продаж и связался с менеджером. Специалист, который, в принципе, разговаривал со мной, рассказал, что это такого оборудования нет в наличии и предложил другой вариант. Я внимательно изучил предложенный аппарат, однако оказалось, что у него производительность больше 200 кг порошка в час. Для опытной партии это слишком большой объем. Я отказался от предложенного варианта и занялся поиском другого. Аппарат я искал максимально эффективный и безопасный для работника из прочного материала. Машина должна быть компактная по габаритным размерам и понятная в обслуживании. Я приступил к поиску гранулятора порошка с чувством уверенности, что сразу найду необходимое оборудование. Решил посмотреть, сравнить производителей машин в Европе и Китае. Поиск я осуществлял через интернет. Выбирал по территориальному признаку, срокам поставки, ценовой категории. Среди качественных европейских производителей я нашел три компании, которые, в принципе, предложили хорошие машины, но запросили очень высокую цену, в которую не входила процедура таможенного оформления. Я понимал, что руководство не одобрит выбранные варианты из-за высокой стоимости и отправит на повторный поиск. Затем я поискал аппарат для гранулятор для гранулирования порошка у китайских производителей. Здесь вариантов было по сути больше. Я отослал им электронные письма, где указал, какую машину я рассматриваю в качестве вариантов пять компаний по производству оборудования в Китае. Однако мне ответили только две. Одна фирма указала, что такое оборудование будет произведено только через пять месяцев, а вторая выслала ответ на китайском языке. Срок пять месяцев меня не утроил, слишком долго, а китайским не владеет никто из наших сотрудников. Мне не хотелось тратить время и деньги на переводчика, и поэтому, принципиально решено было, по сути, отказаться от покупки машины у китайского производителя. Я понял, что самостоятельно не смогу решить задачу по покупке гранулятора для гранулирования порошка и решил обратиться к специалисту-посреднику. Я представлял, какая машина мне нужна была, по сути, и поэтому, принципиально обращал внимание только на надежность компании. В интернете я выбрал несколько посредников, один из Китая, два менеджера из России. Свой выбор я осуществлял, просматривая сайт компании. Огромное значение имело длительность работы на рынке поставки фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов и актуальность цен. Сначала я позвонил китайскому посреднику, у него представленная цена на машину была, по сути, ниже остальных. Мне ответила менеджер, которая уточнила, что в цену не входит таможенное оформление, поставка и монтаж оборудования. Общая сумма заказа получалась на порядок больше, чем представлена на сайте. Она меня не устроила. Затем я внимательнее изучил сайт российской компании из Самары, посмотрел цены, условия поставки, однако меня насторожило, что эта компания занимается также поставкой обуви и посуды из Китая. Я хотел найти специалиста, в котором я был бы уверен, который, в принципе, поставит мне автоматическое оборудование для дозирования в указанный срок. Решил посмотреть последний вариант компанию из Москвы. Заранее я проверил фирму в базе предпринимателей России на наличие судебных разбирательств на период деятельности. В данных списках эта фирма не фигурировала. Сайт компании мне понравился – современный, структурированный, много видеороликов. Созвонившись с менеджером, я получил хорошую консультацию по желаемому оборудованию. Специалист предложил мне машину для гранулирования порошка путем продавливания через сито, рассказал мне о возможностях автомата, прислал ролик на электронную почту, приводил опыт прошлых клиентов. Мне понравился его деловой и профессиональный подход. Условия доставки и цена меня устроили и через неделю мы заключили договор на поставку оборудования для гранулирования порошка путем продавливания через сито. Машина была, по сути, поставлена в регламентные сроки. Она была, по сути, компактная, экономичная и простая в управлении. Продавливание белого сырья происходило через сито. Идеальный вариант, по моему мнению, для разовых исследований. Сырье загружалось в воронку, параметры процесса контролировались на панели управления. Мы остались довольны машиной для гранулирования порошка путем продавливания через сито по рекомендованным и поставленным менеджерам этой компании. Было приятно узнать, что у нас, иначе говоря, много общих знакомых. Я планирую обратиться к менеджеру этой компании за консультацией и покупкой другого оборудования для организации производства порошка при простуде и гриппи, и уверен, что он подберет мне качественную технику. В выборе любой покупки необходима квалифицированная консультация. Проект обязательно будет успешным, в общем, если эта консультация была, по сути, получена от профессионала.